Святаго Духа, аминь. Из творения святителя Златоуста, из бесед на книгу бытия, о зависти. Зависть прежде всего вредит самому тому, в ком зарождается. Как червь, зарождающаяся в дереве, прежде всего поедает самое дерево, так и зависть прежде всего сокрушает самую душу, породившую ее в себе. А тому, кому завидует, делает не то, чего желала бы ему, а совсем противное. В делах зависти ты смотри не на начало, а на конец. И прими во внимание то, как самая злоба завидующих доставляет только большую славу тем, которая подвергается их зависти. Потому что страдающие от зависти преклоняет Бога к себе на помощь и пользуются содействием свыше. А завидующий, будучи лишен благодати Божией, легко впадает в руки всем. Рабощаемый прежде всяких внешних врагов собственную страстью, он как бы сокрушает сам себя. И как бы пожираемый невидимым зубами и таким образом истощает сам себе, так сказать, погружается в бездну. Зная это, будем, убеждаю вас, убегать этой пагубной страсти и всеми силами сторгать ее из души своей. Это гибельнейшая из всех страстей и вредит самому спасению нашему. Это изобретение самого дьявола. Потому и премудрый говорит, завистью дьявола смерть вошла в мир. Премудрость Соломона 2.24. Что значит завистью дьявола смерть вошла в мир? Это значит, когда тот злой зверь увидел первозданного человека бессмертным, то по злобе своей увлек его преступной заповеди и таким образом сделал то, что человек подвергся наказанию смерти. Итак, зависть произвела обольщение. Обольщение – преступление. Преступление – смерть. Потому сказано, завистью дьявола смерть вошла в мир. Видишь ли, какое зло от этой страсти? Возвеличенного бессмертием она подвергла смерти. Но тогда, как враг нашего спасения, побуждаемый собственной завистью, был причиной того, что первый человек, созданный бессмертным, подвергся осуждению смерти, благопопечительный и человеколюбивый Господь собственную смертью опять даровал нам бессмертие. Так что мы приобрели еще больше, нежели сколько потеряли. Дьявол лишил нас рая, а Господь возвел на небо. Тот был причиной осуждения нашего на смерть, а этот даровал нам бессмертие. Тот лишил нас райского блаженства, а этот уготовил нам Царствие Небесное. Видишь ли, премудрость твоего Господа, как Он те самые оружия, которые с завистью дьявола направлены были против нашего спасения, обратил на Его же главу. Притом Господь не только удостоил нас больших благ, чем в раю, но и самого дьявола предал во власть нашу, сказав, «Се, даю вам власть наступать на змей и на скорпионов». Итак, размышляя обо всем этом, исторним зависть из нашей души и будем стараться о приобретении благоволения Божия. Оно наше оружие непобедимое. Оно, то есть благоволение, наше самое великое могущество. При его помощи Измаил, хотя был еще юн и находился в пустыне и в крайне затруднительных обстоятельствах, возвеличился и имел в потомстве многочисленный народ, потому что Бог был сотроком, говорит Писание, Бытие 21, 20. Здесь и окончим настоящее наше слово. Итак, будем, умоляю вас, презирать настоящее, а стремиться духом к будущему, благоволение Божие почитать выше всего и жизнью добродетельную приобретать в себе твердость упования, чтобы и настоящую жизнь провести беспечально и будущих благ достигнуть. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Аминь.